А здравствуйте! Сегодня мы поговорим про изготовление речицкого ножа для леса. Понимаю, что для кого-то подобное покажется странным, но именно такая точная и судьбоносная формулировка прозвучала в переписке с заказчиком. Он дал четкое ТЗ и свободу действий, договорились на 3000 рублей. Материалом для клинка выступила трехмиллиметровая полоска стали Х12МФ. Я ее немного парковал и согнал толщину до 2,8 мм. В моем понимании нож с такой толщиной не будет слишком толстым для резьбы и не слишком тонким для лесных задач. Длина работы части получилась в районе 100 мм, что опять-таки оптимально для поставленного ТЗ. И в хорошем смысле слова этот заказ меня многому научил. Ведь фактически ножи я делаю по себестоимости материала, а порой и того меньше. Ведь как бы не хотелось, мне еще предстоит многому научиться. А подобные заказы, которые покрывают 100% расходов, очень сильно мне помогают. Ведь мне не надо думать, где на стороне искать деньги, чтобы снять тот или иной видос. Также хочется выразить благодарность подписчикам, которые отправляют донаты. Для меня эти деньги особо цены и все 100% я вкладываю в дело. Не привык выпрашивать деньги, но тоненько намекну. В описании есть ссылка на карту, по которой можно отправить денежку. Думаю, с этим понятно, так что давайте вернемся к теме видоса. Я думаю, никто не станет спорить с тем, что для большинства основным критерием выбора лесного ножа была и будет его популярность в массах. Так, например, малоизвестные этнические ножи народов Сибири или нож Понтуса Хольберга неожиданно ушли в народ. Также неожиданно, как ко мне в гараж забрался одноглазый котенок. Одноглазый, конечно, по формальным признакам, ему всего-навсего в глаз попала какая-то инфекция. Съездил в аптеку, купил специальные капли и прихватил кормом. Через 5 дней подобных процедур он благополучно выздоровел и умчался в неизвестности. Что ж, пожелаем ему удачи. Примерно такой же удачи, которой обладали вышеупомянутые ножи, получившие дикую популярность в лице якутских ножей и финок НКВД. Как-то осуждать эти ножи и занижая их функционал я не буду. Хотя бы потому, что я так не думаю. Они функциональны и единственное, что их может испортить, это жадность некоторых производителей, которые заваливают ими рынок и многим уже стыдно и неприятно пользоваться подобными ножами. Мол, они есть у всех и это шерпаты. И, наверное, поэтому все больше людей берут в лес нестандартные ножи по типу рещицких. По большому счету, рещицкий нож от финки отличается только длиной и шириной клинка. Во всем остальном он зачастую является точной копией пукка. А если говорить про традиционные шведские ножи, то разница там вообще еле ощутима. Ножи скандинавского типа темой отличаются от всех остальных. Ими можно одинаково удобно решать широкий перечень задач. Отрезки продуктов до работы с деревом. Рукоятка зачастую представляет собой бочонок овального сечения, но иногда имеет вид прямой якутской рукояти, но вместо яйцевидного сечения овальный. Именно на таком варианте я решил остановиться в данном проекте. Разве что от классического варианта рукояти я сделал отступление в сторону длинным. Ведь нож будет предназначаться не только для леса, но и для резьбы. А в резьбе существуют силовые резы от себя с упором в грудь. И там большой рычаг рукояти лишним точно не будет. Заточка представляет собой подлинзованные скандиспуски под 30 градусов. Отчасти рост популярности рещицких ножей связан с ростом популярности ремесел. Изготовление ложек и кукс все больше становится хобби, нежели единоразовой хотелкой. Так сказать, люди не хотят рыбу, а хотят удочку. Но удочку желательно универсальную, чтобы и колбаску порезать и ложку построгать. Ну и как вы уже могли понять, скандинавские рещицкие ножи для этого отлично подходят. Думаю, все знают могучего шведского походника Бертрама, у которого роль лесного, рыбацкого и охотничьего ножа уже довольно-таки давно выполняет небольшой рещицкий нож. Но не стоит полагать, что если в ваши руки попал качественный во всех смыслах нож, то у вас получится выжить в диких лесных условиях. Хотя бы потому, что в известном смысле выживанием это назвать будет сложно. Слишком часто в названиях роликов и статей мелькают фразы «выживание в лесу», «как выжить в лесу», «учу выживать в лесу» с тремя рюкзаками снаряжения. И одно дело, если подобное словосочетание применяется для привлечения внимания. У самого раньше проскахивало грешен. И совсем другое дело, когда автор на полном серьезе учит выживать вблизи от лесной дороги с бензопилой и прочими прелестями цивилизации. Понятное дело, навыки и знания по работе той же бензопилой лишними не будут. Но с пафосом называть эти навыки выживанием язык не поворачивается. А что вообще значит слово «выживание»? Обратимся к толковому словарю Сергея Ивановича Ожегова. «Выжить, выживу, выживший, выжитый. Остаться в живых после болезни, несчастья. И моя самая любимая часть – выжить из ума. Лишиться памяти, соображений к старости». Из вышепрочитанного можно заключить, что выживание – это преодоление различных независимых от человека трудностей, которые выпадают на его долю неожиданно, с целью остаться в живых. А значит, идти подготовленным в лес с целью выжить невозможно по определению, так как вы готовы к началу этого выживания и к трудностям, которые могут возникнуть. Следовательно, потеряться в лесу при сборе грибов, заблудиться на охоте, упасть с лодки и быть унесенным течением в неизвестном направлении, чудом выжить в авиакатастрофе и так далее, можно отнести к выживанию. Так как все эти события случились неожиданно и как-то их контролировать вы не могли. А значит, и специального снаряжения у вас нет. И есть только то, что каким-то чудом оказалось у вас с собой. Хорошим примером в этом смысле являются таежные охотники. Все они понимают серьезность переселения в лес на несколько месяцев, к промыслу тщательно подготавливаются, продумывая всевозможные варианты и ситуации, которые могут произойти и берут с собой без преувеличения целый грузовик снаряжения. Если не верите, посмотрите передачу «Счастливые люди и нести». И несмотря на то, что охотники живут в сложных, диких таежных условиях, они не употребляют слово «выживание», так как для них это жизнь, к которой их готовили с детства. Просто отношение к лесу и природе у них куда более уважительное, чем у большинства выживал. И несмотря на кажущуюся рутинность и привычность таежного быта, они понимают всю серьезность условий, в которых находятся, не позволяя себе расслабиться и потерять бдительность. И по большому счету, блогеры-выживальщики из-за неправильной оценки условий, в которые они сами себя помещают, находятся в куда большей опасности, чем те же самые промысловики. Хотя, конечно, есть люди, которые разграничивают развлечение и реальное выживание, показывая полезные навыки в простой и понятной форме. И закрывая тему иллюзий по поводу выживания в диких условиях, хочется отметить один, наверное, самый решающий фактор, а именно отсутствие инструментов. Нужно понимать, что чаще всего перечень инструментов при выживании крайне неожиданна. Ну, например, три носка, отвертка, пилочка для ногтей и, если сильно повезет, нож. Проще говоря, инструментов будет или мало, или им нужно будет искать применение, дабы сохранить себе жизнь. Да, по большому счету, выживание к тому и сводится, чтобы в сложных условиях находить различным вещам нестандартные применения. А делать это без хорошей теоретической базы невозможно. Вернемся к основной теме видео. В качестве материала рукояти выступил Сувилис Карелии. Также использовал кусочек оленевого рога с проставкой через бересту. По длине рукоять вышла в районе 120 мм с овальным сечением. Ножные делал с вкладышем на скандинавский мотив. Единственная сложность, с которой я столкнулся в процессе их создания, связана с урезом. Кожа я использовал хромового дубления. Для ножен она, конечно, подходит, но в момент обрезки уреза ее эластичность сыграла против меня. Благо я красил ножны в черный цвет и покрывал урез специальным составом, который заполнил все ямки и неровности. Также из тонкой кожи сплел три варианта подвеса. Малый и средний для ношения на поясе и большой для ношения ножа на шее. И насколько я понял, подписчик планирует использовать этот нож именно как шейный. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик. Еще раз спасибо!